И снова здравствуйте, с вами Техномакс, мы продолжаем Darksiders 2. Да, изменился немного шмот и изменилась сложность, потому что я перепрошел ее на апокалипсисе до момента с боссом. Ну и плюс, удалось собрать тут практически все необходимое, все монеты лодочника понаходить еще в странице книги мертвых. Так, это мы видели. Девашьимся с боссом. Теперь берем руку. Да блин, слезай. Да, да, блин. Где-то такая пистолет. Вот, скотина попал. Все-таки попал. Да, в смысле, я пистолет же выбирал, блин. Какая огромная скотина. Да, пошел ты нахер, а. Так, луком, луком, луком. Есть. Минус рука. Но надо восторгнуть картошку. Да, да, да. Вот этот камень сейчас за нами кататься будет. Иди сюда. Бля, что-то камень-то толстый. Бежим. Так, ты заколебал реально, а? Куту жоп. Ой, бля, я не то использовал. Да, сейчас же, блядь, бегать. Так, и нахер заебал. Не понял. А где шар? Алло, олень, блядь, где шар? Слишком здоровый босс, какой-то неудобный. Так, шар, а ну, поехали. Блядь, все, трясется, пиздец. Бежим. Да, пиздец, сбил, урот, блин. У него площадные атаки очень мощные. Вот эта вот фаза, она такая ёбнутая, такая сложная. Нужно довести до него шар и подорвать. Так, бежим, бежим, бежим. Так, блядь. Охуенно, блядь. Что я могу сказать? Еще и навитает. Значит, когда он подпрыгивает, нужно оказаться между... Ну, хорошо, босс оказался между нами. Бежим. Давай. О, получил пиздуху. Так, где там рука? Да, стой ты, блядь. Что ты орешь, блядь, сейчас до орешься, нахер. Козлина каменная. Бежим. Да, блядь. Как он заебал. Давай, долби. Так, рука. Конь, нафиг. О, блядь. Мама ха. О, блядь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько раз ты будешь заставлять меня убивать его? Новый Страж будет очищен от порчи А теперь отойди Мне понадобятся все мои силы Ты не выживешь Я творец Таково мое настоящее предназначение Так же, как твое жадво дум Этого невозможно избежать Иди к древу, всадник У тебя впереди еще долгий путь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получено очко умений Древо жизни Достижение сердца горы и прах к праху Неизвестный приведет подарок Фолианта, отмеченного на карте Вот, опыт, золото, ну все, короче, хорошо Да, опять за секиро Так, давайте посмотрим Во-первых, сохранится Во-вторых, посмотреть, чего тут есть Выличность вероятность критического урона при мгновенном ударе Вот это вот хорошо Да, здесь новые одержимые косты Да, здесь новые одержимые косты Удалось выбить и сейчас Они полностью на вероятность казни Вот пока что 14%, хотя урон низковат Давилка, костяная секира и темные когти Урон лед Ну, скажем так Слабенькие они Симпатичные местами, но слабенькие Поэтому я, пожалуй, верну топор А эти когти надо просто продать Кроме того Собрана 31 монета лодочника А у Вульгрима можно за 20 монет и 50 тысяч золота Купить одержимое оружие случайное Вообще Нужно вернуться в деревню Вот сюда Вот И Забрать, во-первых, почту Ага Я приглашаю тебя к соревнованию в горниле Вечная слава ожидает тебя по завершении Если выживешь Найди меня, если хочешь принять вызов Вы можете попасть в горнило Используя быстрое перемещение Так, ну Да Безумец В преддверии нового пути Все сокрыто неизвестностью Путник делает первый шаг Будучи безумцем И лишь в пути обретает знания На карте мира открыто горнило Возьмите с собой эту карту И узнайте личность отправителя И его мотивацию Принять Кроме того Ну, этих здесь нету Кроме того Я совершенно забыл Что тут есть ведунья еще С которой я забыл поговорить Сейчас давайте поговорим Вот он, брат Ты спас наш мир, всадник И за это я тебе благодарна Но только время подскажет Лежит ли твой путь во тьму Или выводит на свет Зачем создавать конструктов? Вы, творцы, и так довольно крепкие Даже мы в конце концов Расстаемся с жизнью Но наши души слишком древние Им нет пути в город мертвых Вместо этого мы можем стать Единым целым с лесом Или обрести тело из камня Тебя тревожит путь брата Это твое прошлое Но также и твое будущее Камень, дерево, железо Вот дары творцов Если конструкты умершие творцы То их должно быть значительно больше Когда-то в чертогах отца камней Обитало много конструктов Но порча забрала многих из них И из нас тоже Я пыталась найти способ оживлять камни Не жертвуя душой творца Но я не могу назвать жизнью то, чем мне удалось наделить свое творение Что-то пошло не так Конструкт был охвачен огнем В нем бурлил ярость бездны Он убил одного из младших творцов И убежал в обугленное ущелье Я не хочу уничтожать свое творение Но оно не должно больше никому причинять вред Ты должен Его убить Мне уже приходилось убивать конструктов, шаманка Как я узнаю, что убил твоего? Он называет себя Гхорном Это слово мне незнакомо Но оно должно быть очень древнее И связано с огнем Огонь зарождается в нем И выплескивается наружу Огонь или кровь Я лишу его и того, и другого У тебя не получается выращивать растения Зачем нужно было создавать конструкта? Мы народ камня Рожденный в недрах земли Я поймала искру из сердца отца камней Чтобы вдохнуть жизнь в мое творение Но она продолжала гореть И вскоре боль переросла в ярость Садник, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? Нет И вот такое существо отправляется менять судьбу Которая кажется ему несправедливой Это долгий и опасный путь Опасный даже для смерти И почему тебя это волнует, шаманка? Я умею только делать талисманы Если ты принесешь мне материалы Я изготовлю сильный талисман Который поможет тебе в пути Что тебе нужно? Кость ходока Едкая роса И резной камень Не самый простой из талисманов Где мне их найти? В разных частях кузнечных земель Я редко выхожу из три камня Но этот сопляк Карн вечно бродит по окрестностям Он укажет тебе путь, не сомневайся Талисманы и зелья Вот, кстати, зелья было бы неплохо Потому что ему Мало, хотя бы одно докупить Талисман на опыт Вероятность казни 8% И стоит он 28 кусков За зеленый талисман Я манал Теперь так много Ярость за казнь Опыт Ну, блин Надо золото Много золота Продажа Продажа Темные когти Благодарю Нафиг не нужны О, наплечник и всадника дали Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Зелье здоровья одно Зелье ярости 5 Я найду для этого лучшее применение Так, я, наверное, зелье ярости продам Вот так вот А зелье здоровья еще бы купил Наплечники всадника Мурия, шаманка-творцов Дала вам эти наплечники Путь брата тревожит тебя, сказала она Это твое прошлое, а также будущее Хорошо Давайте посмотрим Что за плечи Так, стояли, короче, на опыт Плюс 4 А это сила, магия, крит урон Можно, конечно, надеть Хотя выглядят они не очень Тут защита и опыт больше Ах, блин, сила, магия Крит урон не особо сказать, что нужен Прям я его сейчас не сильно собираю Безумец, уровень 1 Так, давай поговорим Тебя что-то беспокоит Может продать и плечо это нафиг Полторы тысячи продам нафиг Я предложу это Лесу Да, может быть лесу понравится дизайн больше А мне как-то не очень Ни дизайн, ни бонуса Хорошо С этим разобрались Сохранится А теперь посмотрим на задачи Вы получили возможность дойти до древа жизни Отправляйтесь туда И ваш брат вскоре вновь будет с вами Потеря находки Карл попросил вас вернуть шлем Потерянный в ливневом форте А, да? А я разве его не сделал? Потерянный камень Найдите Арана Искры жизни После этого уничтожить шаманское ремесло Собрать материалы Книга мертвых Вот книга мертвых уже готова Нужно продать Вульгриму главу А для этого Нам нужно попасть Блин Вот сюда Самый быстрый путь Сюда Могу предложить кое-что новое Если у тебя есть деньги Может быть Может быть Глава книги мертвых 20 золота Че так мало? Ага Пускай так Вы нашли костюм и ключ Отнесите этот предмет Гробницы в кузнечные земли Чтобы найти спрятанное там сокровище Вот Отлично Вот он костюм и ключ Как зарабатывается Я уже не помню всего этого Так А что у него есть? У него есть что-то полезное? Ну Надо влорез Посмотрим Посмотрим Сундук Ааа Да-да-да-да-да Точно Точно Вернуться в затерянный храм Да не надо мне туда возвращаться Тут же был сундук Который не брался без руки А так как Призрачная рука У нас уже есть То Можно Куда сбегать Это в принципе недалеко Это вот здесь Так Взять руку О Всего лишь золото Блин Не скажешь Чтобы его много Ай Казнить не успел А тут еще один ходил Куда он делся? Помнится Где-то Была гробница А где она была? Может она была с этой стороны? Стоп Разрушенная кузница Блэк рут А во Фьерды Вот во фьердах Еще есть Воу Ай Опять под удар попал А они урона Перестали наносить Потому что Уже просто Блин Уровень Шмотка А Оба сдохли Так быстро Вообще от уровня сложности тут зависит Выпадающий шмот Типа чем больше уровень тем лучше шмот падает Но что-то вот я не вижу этой фигни Чтобы лучше что-то падало Убило на месте Что-то выпало Наплечник какой-то Посмотрим Находимое золото Плюс 10% Я пожалуй его нацеплю Золото надо Перчатки Ключ Ключ Куда же ключ там? Сейчас бы вспомнить А Монетка лодочника собралась Кстати Я про нее забыл И очень удачно У нее упал Случайно Ладно Сейчас Что-то их стало разносить Посмотрим на карту Блин Где-то был ход Но По-моему Не здесь Вниз куда-то еще Можно пойти А О Тут что-то еще есть Так блин Чего же он пистолет ставит Такое умножение Что это за место А Искра жизни Убейте стражу Убейте безумного конструкта Это задание Шаманки Это все Можно попробовать И сделать Лечилка выпала Что есть хорошо Вот Всякая херь падает Вообще Какой смысл Тогда на апокалипсисе Проходить Тут падает Все то же самое Что падало На нормальном уровне Сложности А А вот и он Кажется Ну да Беги Хорн растопчет тебя Да Блин Вы что Охренели Что Город Так Так Молус Надо прокатываться, кстати, мгновенным ударом Вот, застрял, как удача Ну, застрял, так застрял Минусы Ну, лестница сломана, это понятно Это значит, что вернуться отсюда просто так не получится А, опять эти летучки сранят А чё же он такой крепкий там, да? Крепкое гнездо, можно сюда ещё рано? Блин, приходишь бы Бля, жесть Очень долго их не дохать А дальше... Ага, вижу Я чисто попробовать Вывезу, не вывезу, этого рода что-то мне подсказывают что не вывезу а помню жопа бежим тут надо тупо знать как чего туда бежим 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 от лавы стой тут вообще надо четко все делать без ошибок да стой блять не вверх дебил да не вверх а слоек тупой блять про что я и говорю тут надо блин вот все делать четко вот тут такая камера тупая погнали еще раз а он не сильно сложно просто персонаж иногда в тупую не хочет прыгать куда надо вот вот все она сейчас дойдет остановится а еще можно сюда попасть а ну да конечно а конструкт а хотя ладно это а на на оне и 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 Продолжение следует... 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 вот плюс вампиризма вообще не трачу здоровья практически в смысле не это не трачу флакон и не теряю здоровья сразу набираю можно в ту сторону перейти сюда нужен конструкт и тут нужно а тут тоже можно перейти в дверь но нет пока сбегнем сюда а это что выход что ли нет не похоже а да похоже все понял я просто затупил то что я пришел обратно центральное помещение ну знаешь сюда цепляться не перецепляться сейчас я куда-то не туда пошел что ли это сюда а вот еще забыл дело в том что вот эти колонны они как бы это начинают падать стой точнее не падать и опускаться да ну нахер один шаг не допрыгнул что за чушь поэтому Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Один бомбометатель готов Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... На-на-на... Готов... Рызачный, легкий вообще... Не знаю кто... Надо сохраниться... И посмотреть что выпало... Ну да, ну да... На тебе зеленку... И серое... За такое месиво, блин... Что за тупость... Что-то нифига тут по-моему от сложности... Не зависит... Выпадение шмота... Я имею ввиду... Ну... Конструкция... А сейчас я вас буду бортовать... У пыльга... Я... Ну... Я... 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 кстати может быть немного тихо было а еще эта охуенная лицензия любит зависать сейчас вот опять зависла после выхода опции карта, ну карта не особо нужна в принципе тут не сказать чтобы все запутано бля как наверх-то там еще сундук показан где-то есть может с этой стороны, а ну да сапоги синего качества, ой синего, зеленого качества сила, защита нет, нафиг блин полноценное подземелье с этим мини боссом я вижу сундук полноценное подземелье сундук полноценное подземелье сундук нагрудник или что это, а перчатки наруч крит урон, неплохо 22 процента, я вот хочу второе держимое оружие тяжелое заточить на критический шанс, шанс критическое удара и не критический урон, тогда будет вообще отлично так, ну, одни ворота есть, да хватит камеру, бля, дай мне камеру ворота теперь нужно второе ворота 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я за то время, пока перепроходил, уже, блин, научился более-менее всем этим акробатическим трюкам, заново. Много вспомнил из давно забытого. Ух, как интересно. А, вижу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АРЕНА О, как разнесло, классно. Так, вот тут надо их долбить. ЗАРЫВАМ УДАРОМ Ай! О, казнь. Че-то затупил. Че-то их дохер. Че-то затупил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все-таки я начинаю склоняться к тому, что мне сюда рановато Или чилок нет уже... Босса я точно не вывезу тогда, если я этих вывезти не могу Сразу два, это перебор, блядь Давайте посмотрим тогда... Дерево, наверное... Так... Где там был этот... Уж... Я не знаю, есть ли такие жесткие баги в лицензии обычной версии Darksiders 2 Не Definitive Edition Но вот на пиратке, скажу, точно такого не было Там карта не глючила Там персонаж нормально цеплялся по уступам, бегал Какого ж хрена здесь такие баги, я не знаю Короче, я нашел наконец-то эту херню А была она вот здесь, в бухточке, блин, возле затерянного храма Тут, кстати, вот отогненный босс Вихир этот, как он там, Виверна, он или дракон, я не помню Короче, он в бухточке сидит Но у нас есть ключ Ключ от гробницы смерти Наконец-то заработали на достойный лут Можно сказать, что страницы книги мертвых обмениваются не на 20 золота, а науки Стойки с оружием, тут можно получить оружие всякие О, банки, которых мне так не хватало А, ничего Сейчас, может быть, и золото еще по дну копится А, кстати Вот Вот А это еще не все Тут было что-то еще Вот 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 Нашел Талисман фехтовальщика О том, как появился этот амулет, говорят только недостоверные слухи и легенды Говорят, что когда-то он принадлежал загадочному воину по имени Нечестивый Кей О чем можно говорить с уверенностью, так как Так это о его силе, талисман содержит знания и умения несравненного бойца, победителя тысяч поединков Тот, кто носит его, получит только этих знаний Во Уже 45 тысяч золота, отлично А сейчас посмотрим, чего мы получили Ну да, белые косы Фиолетовые Мрачные косы Инферно Урон Инферно Здоровье закрыт Ярость закрыт Неплохая штука И урон побольше Но вот этих еще больше Кришанс крит урон Лютые косы Тяжелое оружие Глефа огня Урон огнем Здоровье закрыт Урон быстро уронный дом И урон шок Глефа 319 урона Блин, хорошая штука Магия, крит урон магии, сопротивляемость Ярня, короче Не то Перчатки Защита Сила Опыт А не тупо лучше во всем Здоровье И Крит урон магия Находимое золото Защита маленькая И Талисман фехтовальщика Особенность фехтовальщик Так Тут Крит урон Крит шанс 6% Крит урон 15 Магия 10 Особенность фехтовальщик Я не помню Что она давала Это Особенность Если честно Так Ну это По-моему Гробница Зеленая Но если не ошибаюсь Тут каждый раз Можно Открывать Новую гробницу В этой же самой двери Тут По-моему Еще вот эти вот Остались синие Красное Желтое Ну типа По качеству предметов Возможно Я не знаю прав Или нет Я уже не помню У этих мелочей Но возможно Что Еще нужно страницы книги Сюда применять Сейчас Оно светится зеленым Так Косы выглядят Как-то так Ну такие Копье Да Урон инферно В принципе Хороший урон Поехали к древу Короче А то что-то так задержались Уже Да фиг ли Кто же знал что там такие Мощные уроды Надо будет просто позже Все это сделать Все эти задачи Во все эти локации Еще предстоит Возвращаться И возможно не раз Просто Нужно стать Немного сильнее Жаль тут Молоточек с собой Подобрать нельзя Повоевать Зеленая лощина Зеленая лощина Зеленая лощина Древо жизни Наконец-то к нему найдем проход О, еще очко умений Достижение древа жизни Итак, ты пришел и несешь свой грех Словно это знак отваги Чего ты хочешь, бледный всадник? Вернуть человечество На бесплодную планету, лишенную жизни? Люди слабы и безвольны Им не пережить возвращение Да они не заслуживают Не нам их судить Я это делаю, чтобы избавить войну от наказания Совета А что с нефилимами? Ты спасешь одних и погубишь других? Нефилимы угрожают равновесию Если бы мы захватили Эдем, ничего этого не случилось бы Но ты пошел против нас Уничтожил наши тела А души заточил в своем амулете Кто ты? Кто ты? Я думаю, ты знаешь Когда-то ты называл меня братом А, Авесолом Я отрекся от этого имени Теперь я зовусь Порчий Я был рожден в тот день Когда ты направил свои косы против нас И скоро я стану всем Древо жизни склонилось во тьму От иссохшихся корней До безжизненных ветвей И даже смерти Не избежать этой участи Что такое душа? Кто-то называет ее искрой Что разгоняет тьму И порождает жизнь Но как быть со смертью Который стал всадником в тот день Когда убил Нефилип Он убил своих братьев Свои дружины И Авесолом Смерть! Почему ты убиваешь своих? Нефилимы не могут попасть в рай Есть же миры для ангелов и демонов Почему нет для нас? Рай принадлежит людям Он принадлежит тем, кто его возьмет Вечность не дала ответа на вопрос Стоило ли это того? Брат Этот же день Принес порчу И принес ему имя Всегубителя Древо смерти А, бледный всадник Не странно ли, что многие попадают сюда, пав от твоей руки? А ты сам так редко навещаешь королевство мертвых Я не собирался в это проклятое место Я искал древо жизни и нашел его И вот я здесь Древо это не пункт назначения, мой друг А всего лишь портал в другие миры Если тебе нужно древо, значит ты нашел его Тогда, похоже, меня обманули Не так быстро Постичь мудрость древа непросто Если оно отправило тебя сюда, значит так нужно Возможно, я смогу помочь Очень сомневаюсь Тебе стоит прислушаться к моим словам Я опытный торговец и умею угодить клиенту Скажи мне, всадник, что тебе нужно? Я хочу оправдать своего брата и восстановить равновесие Хм... Ах да, это я уже слышал Твой брат явился, не дождавшись зола И человечеству пришлось расплачиваться Попридержи свой язык Я никого не осуждаю, приятель Только говорю то, что слышал Ты был прав, когда говорил, что ищешь древо Но это всего лишь врата Тебе нужен источник душ Древо жизни Древо смерти Врата в другие миры Я ничего об этом не знаю Неужели я был так слеп? Или ты мне все время лжешь? Многое скрывалось от нефилимов И от четырех всадников Почему? Ммм... Потому что неверение должно сдерживать силу Все бы погибло, если бы нефилимы узнали истинную природу древа Ммм... Я отрекся от нефилимов Стал воином равновесия Даже убивал свой народ Я защищаю эти миры, тебя и древо И все же я подобен путнику во мраке ночи Отрекся? Да Но не забыл Нефилим продолжает жить в тебе Но что я могу знать? Я всего лишь простой торговец Да, да, простой торговец А знает то он очень немало Что если бы я захотел вернуться в кузнечные земли? У древа жизни много врат, всадник Какие-то могут помочь тебе вернуться на свой путь Многие врата закрыты Но те, что ведут в кузнечные земли Остаются открыты Ты так и не сказал, кто ты такой История моего народа сгорела дотла Как и мой мир Забытый даже теми, кто Уничтожил ее От них Остался только пепел Не мы первые, не мы последние Таков порядок Порядок — это равновесие А что уравновешивает жизнь? Небытие Или порча В конце концов, она поглотит всех нас Кажется, да Это не объясняет того, что здесь делаешь ты Я обычный торговец, которым движет страсть к самым лучшим вещам В жизни и смерти Я Остегот И я счастлив предложить тебе свой товар Так, давайте поговорим про источник И посмотрим, что он предлагает Источник душ может возродить человечество И даже больше Через источник В это царство попадают мертвые души со всех миров И через него же они попадают обратно в миры Когда приходит их очередь возродиться Торговля Прошу, выбирай Ох, блин, наконец-то дошли до торговли Здоровье за казнь Здоровье за крит Что-то пока не густо Так, урон холодом, шоком, огнем Сила Пробивающий урон Всякий, нет, не то Крит урон, магия Золото Ага, регенерация здоровья На это тоже, оказывается, можно вкачаться Я тоже это забыл Новый импер из глуши Сила, опыт Короче, как я понял Тут особо нифига пока нет А стоит что-то бластнословных денег Которых тоже нифига нет Так что я думаю, лучше уж докопить И взять уже у Вульгрима одержимое оружие второе Так, продажа Давайте посмотрим, что вот есть лишнего Ага, косы инфермы, жутки, косы Ладно, это остается Оставляем Крит урон, нет, не продавать Так, урон, льдом Когти льда, продать Рукавицы Палица, разряда Крит урон, магия Нафиг продать Так, перчатки волшебника Тоже нафиг не упали И вязки Тоже продать Так, тут крит урона вставляем Крит шанс 6 Крит урон 15 Ладно Продать вот это Вот, хорошего 93 тысячи И откуда мне начать свои поиски Ты должен взобраться на змеиный пик И предстать перед вечным троном На котором выседает костяной владыка Он укажет тебе путь к источнику Или заберет твою душу Перед тем, как уйти в садник Подумай вот о чем Моего народа больше нет Но остались реликвии Ты можешь столкнуться с ними Во время странствий Для большинства они бесполезны Но для меня представляют Огромную ценность Верни мне реликвии И я заплачу за каждую Короче, нам нужно Чесать будет костяному трону На котором сидит костян А вообще Сначала нужно Вернуться к Вульгриму Я так думаю Или уже в следующей серии Это сделать Потому что Времени писец опять прошло Во Через вертикальный бассейн вернулись Так, где там Вульгрим у нас стоял Вот здесь Вульгрим у нас стоял Давайте тогда сохранимся Прямо здесь Все, с вами был Техномакс Это был Дарксайдерс 2 И продолжим в следующий раз Всем спасибо за просмотр И до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok